всем привет как я рад что мы снова вместе с вами и снова держим в руках любимые пластинки и слушаем любимую музыку музыка объединяет нас и это очень хорошо а также объединяет нас и общение поэтому я очень признателен вам за то что пишите комментарии под моими чудесными виртуозными монологами и по мере сил я стараюсь отвечать на них но не всегда успеваю еще раз хочу сказать если вы хотите увидеть какую-то пластинку здесь свою любимую посмотрите сначала в плейлисты там очень много уже всего есть и возможно ваша любимая пластинка уже показана ну а если нет то возможно она будет показана при условии если она есть моих шкафах если ее нет то не будет показана потому что я не побегу специально покупать музыку которая мне не нравится вдруг кстати говоря опять таки многие очень пишут что я всеяден что мне все абсолютно нравится но действительно все мои ролики они говорят о том что это очень хорошая музыка так это вполне естественно потому что я показываю пластинки те которые находятся в моей личной коллекции ну я бы не назвал это коллекции это просто сборище пластинок самых разных не систематизированных как правило по стилям я я не знаю что такое стиль поэтому извините я просто ставлю как мне нравится там расставляю пластинки иногда меняю местами все что бывает очень часто вот это не коллекция это просто такой вот пластинки которые покупаю и слушаю их все время так вот мне далеко не все нравится далеко не все и групп которые я терпеть не могу их не меньше чем те которые я люблю и пластинок которые вызывают у меня тошноту не меньше чем тех от которых я просто воспаляю на небеса фигуральном смысле конечно слава богу пока что и даже моя любимая группа the rolling stones записала несколько альбомов которые мне ну скажем так не очень нравятся у меня все пластинки the rolling stones есть я очень люблю эту группу это одна из моих самых любимых самых самых любимых одна из групп потому что на мой взгляд это коллектив который является живым воплощением рок-музыки и пока они живы пока не на сцене рок-музыка жива настанет время конечно когда музыкантов the rolling stones уже не будет среди живущих на этой земле материальных сущностей тогда рок-музыка в принципе умрет вместе уйдет извиняюсь вместе с ними и останется в истории будет что-то другое будет другая музыка ничего страшного все меняется все развивается все растет а эта часть культура она станет уже историей но пока еще не стала так вот даже у этой величайшей группы есть несколько альбомов которые мне нравится не очень они очень хорошие потому что это эти музыканты не могут играть плохую музыку ну просто не могут потому что вот они есть рок-н-ролл они есть рок-музыка вот она такая и что-то что-то так сказать ближе сердцу что ты дальше ну вот эта пластинка например дальше у меня я ее никогда сильно не любил а точнее говоря вообще не любил потому что любить можно либо любить либо не любить любить не очень нельзя но это мое мнение так вот god's head sub 1973 год это у меня переиздание у меня есть достаточно много оригиналов rolling stones но чтобы не мучиться я как фанат этой группы даже не чтобы не мучиться как фанат просто когда вышла коробка большая очередная рынок солнце я купил чтобы все в одном месте находились вот такой чудесный плакат с козлом вот такая еще вкладочка вот такой альбом да многие его очень любят я его для меня это один из нелюбимых альбомов rolling stones хотя все равно здесь есть чем себя порадовать и я про это расскажу многие считают что это какие-то отсылки к сатане этот козелок да тем более что первая песня называется до dancing with mr.d то есть дьявол как бы на самом деле никакой сатаны здесь здесь нет никакой сатаны здесь нет здесь есть вареная голова козла в силу того что часть музыки была записана музыкантами на ямайке куда они приехали чтобы поспокойнее себя чувствовать поскольку в англии у них были проблемы с налогами они не могли там ничего записывать ну потому что не могли потому что это безумно все дорого было для них даже для них особенно для них то есть прогрессивный налог это такая штука чем больше ты зарабатываешь тем больше ты платишь и наступает момент когда твои заработки стремительно стремятся к нулю просто во франции они тоже на дебоширили сильно при записи предыдущего альбома exiled main street величайшего пласть величайшего альбома просто величайшего альбома из всей рок-музыки но от одного из величайших будем так говорить в швейцарию не охота им было ехать потому что там как-то уныло и и вообще в общем все было как-то не очень они уехали на ямайку чтобы изолироваться и заняться творчеством а на ямайке они несколько дней питались козлятиной национальной пищей жителей кингстона и ямайки в целом козлятины в самых разных видах но это исподвигло их вероятно назвать альбом god's head sup и вот такую картиночку туда пиндюрить ну альбом очень странный по музыке он мне интересен меньше всего на самом деле хотя здесь есть несколько песен которые дают напоминают о том что все-таки это the rolling stones и все-таки это действительно круто которые уравновешивают все то что мне опять-таки я напомню что я высказываетесь только свое мнение я не считаю себя истиной в последней инстанции совсем и ни в какой инстанции это только мое личное мнение как фаната rolling stones и как любитель рок-музыки со стажем больше 40 лет ну большое количество музыкантов принимала в записи участие и получалось так что не все эти музыканты были одновременно в студии и даже the rolling stones были не все одновременно в студии на всех песнях здесь есть только миг тейлор и чарли ватс два человека который есть на всех песнях а все остальные артисты включая мика джаггера даже то отсутствовали то присутствовали то отсутствовали билл вайман в основном отсутствовал тоже наслаждался природой ну там не столько было наслаждение сколько как всегда у rolling stones проблемы они записали сначала основу практически всех песен на ямайке ну такие болванки не болванки но какую-то основу да например песня winter которая была записана первой что значит записана 1 они записали только акустическую гитару мика джаггера и все на этом запись песни в интерна ямайке закончилась все остальное доделывалось уже в лос-анджелесе в лос-анджелесе и в лондоне ну так же и со всеми остальными песнями основа была положена потом они улетели в тур улетели по моему в америку потом в японию потом вернулись кит ричард санит и поленберг так полюбили эти места что купили там себе имение большое в котором проводили время в компании растаманов употребляя разные сорта табака и прочие прелести чем вызывали негодование у соседей место было респектабельное вокруг виллы богатых серьезных людей и люди приходили жаловались что вы тут орете что вы тут дымите и все такое прочее потом ричардс улетел тоже по разным музыкальным делам а когда он вернулся оказалось что они то пленберг уже в тюрьме сидит потому что она устроила дебош в особняке вместе с растаманами пришли соседи вызвали полицию посадили они то поленберг в тюрьму и вызвали из тюрьмы бедную девушку стоило 100 тысяч фунтов этому самому киту ричардсу или долларов я не помню сколько там было заплачено в общем приличная сумма вот так весело и бодро записывался альбом богатых от суп но что получилось то получилось и здесь есть одна песня которая приводит меня в ужас и которую я кажется ни разу жизни не дослушал до конца песни любимая миллионами она называется энджи вообще альбом это такая странная с за исключением нескольких песен которые спасают положение странная смесь хард-рока с самой такой пошлой и сонной эстрадой как например энджи то есть это просто что-то что-то такое какая-то такая сентиментальная баллада гопника который сидит на лавочке в сквере там в лондоне или в санкт-петербурге или в ленинграде совершенно неважно и поет вот это вот вот это вот даже не знаю как назвать но людям нравится и и и и всем артистам the rolling stones нравилось потому что это что-то новое было для них такая сумасшедшая зубодробительная лирика лейкой я бы это не назвал это какая-то такая девочкинско-мальчиковская какая-то сопливая такая история но это мое мнение опять-таки никому не навязываю та самая песня winter с которой начиналась запись и которая была записана на ямайке виде игры джаггера на гитаре я люблю песню на двух аккордах очень люблю потому что на двух аккордах можно развернуться больше чем структуре из там 15 аккордов например она чем больше аккордов тем жестче структура не разгуляешься там по ним особенно а на двух аккордах просто разлюли малина что называется но здесь такое тоже как-то нескончаемая вот это вот лирическая псевдо лирическая квази лирическое исторжение джаггером своих эмоций непонятно куда направленных непонятно откуда взявшихся в связи с чем появившихся что я тоже с большим трудом эту песню дослушиваю да еще и симфоническая там оркестровая часть вдруг начинается кстати в энджи она тоже есть но энджи поскольку я до конца ни разу не дослушал я как-то минует меня это беда винтер она просто душит уже в конце прибивает гвоздями полу dance with mr.d первая песня с хорошим гитарным рифом ричардса но она для rolling stones она конечно слабовато совсем потому что это такой незатейливый английский хард-рок английского хард-рока мы слышали много есть очень хорошие группы которые его играют и зачем rolling stones туда в эту сторону пошли совершенно непонятно hundred years ago тоже из той же оперы в принципе хардовой но получше потому что начинается она все-таки с раскачки переходит в такой джен довольно безобразный довольно rolling stones овский но тоже очень тяжелый и она конечно в общем спасает после дэнси дэнси будми студии комендов на гейн песня ричардса он тоже съехал в эту душесчипательную совершенно слюня высопливую какую-то такую около поэзию и около мелодию но как бы мелодия да ну такая мелодия из из серии евровидение там что-то такое ну правда исполнено the rolling stones все да все по-мужски но по сути такая такое полотно не бухвечь конечно на мой взгляд извиняюсь ду 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 хатбрекер вообще бы никогда не слышал и было бы мне хорошо потому что это какой-то гранд фанк рейл роут просто не rolling stones не за название хатбрекер по сути своей такая песня просто вот просто вот такая вот вот кто любит гранд фанк тем понравится конечно вот это ду ду я тоже люблю некоторые альбомы гранд фанк но не 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 с такими песнями как вот это это просто ломота ломота ломовая ну rolling stones славится другим например силу 3 вот вторая сторона она уже все уже раз ну слава богу началось silver train быстренький ритм and blues в чистом виде rolling stones овске и ощущение такое что это продолжение пластинки экзелем main street хайдилов где джаггер играет на фортепиано еще один ритм и блюз на медленные и ира и такой цепляющий едко rolling stones овский очень кайфовый ну winter мы проскакиваем слава богу can you hear the music длинная песня но она хорошая больше пяти минут по моему она идет с ли они а до 5 с половиной минут но это вам не winter и не энджи эта песня которая как писал один критик такое ощущение что брайан джонс воскрес из мертвых пришел в студию и записал здесь с rolling stones еще одну песню она так и звучит как настоящий кайфовый rolling stones 60-х с психоделическими уходами с перкуссией безумный там музыкант которого зовут как же его энтони клаку бах вот я энтони клаку бах виртуозный перкуссионист играет и такой вот satanic majestic mod majesty's request просто получается ну и star star который называлась по его fucking star или что-то что-то шин факт 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 star настоящий rolling stones овский рок-н-ролл без дураков гитарный мощный ироничный циничный наглый безо всяких вот этих вот hard rock of прямых вот эти вот герои в кожаных штанах и без сопливых вот этих каких-то евровидения мелодий то есть вот на второй стороне можно вынырнуть и понять что rolling stones это действительно лучшая группа в мире я пошел пить пока